всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий и мы с тобой продолжаем играть вот я в общем ребят за кадром у нас же проблема была до кислород вся фигня никуда я не летал ничего просто зашел сюда использовал одну свечку большую кислороду очень скрафanner у меня было чине гарниц как у меня было этот как ресурс карчи были я генератор скрафтил ночью генератор вот новым оставим кислородный этот новый вот наставил короче все в течение минут Nasr 2 сделал буквально тут же у меня тут генератор был оказывается мне повезло то что меня генератор был запасной так сказатьиваем вот так больше запасных меня нет до генераторов нет ребят запасных генераторов больше нет к сожалению вот такие пироги вот энергии у нас теперь 33 ребят как видите кислорода 41 шанс пробить 68 кислород 41 да у нас да вот вот такое вот помещение у нас теперь здесь будет транспорт наш здесь стать нельзя хотел здесь начал поставить генератор здесь нельзя вот здесь в ручках нам надо сделать дурки ребят вот я сделал кстати говоря этот сканер сделал и все по моему сканер я сделал да вроде все есть сегодня задача какая у вас мы там справа были да вроде бы там что-то поизучали побегали попрыгали сегодня у нас задача чтобы пойти на левую сторону я хочу пойти на левую сторону вот туда вот там вот здесь два знака восклицания мы с тобой пойдем туда с тобой сегодня идем туда топлива нас 80 есть здесь какие то место тут какая-то шляпа есть Там 1300 Тут что-то тут Есть где поизучать, полетать Давай вот сюда, наверное, заскочим И полетим, наверное, наверх Там, по-моему, с майонезом что-то связано Или где? Где тут майонез, короче, есть? Тут, наверное, спросит, что за майонез? Что ты несешь? Какой майонез? Вы сейчас сами все узнаете Там майонез, прям реально везли Майонез Вот там, видите, какая-то хрень тоже Майонез везли, ребят Очень грамотное разведение коммуникаций Да? Давайте скопируем Очень грамотное разведение коммуникаций Так, вот это берем, ребят Это очень надо, что это такое? А, улучшенная коммуникация Какие? Не знаю, какие-то улучшенные коммуникации Стой Так, там вон что-то, да, есть этот Что-то разорванный Тут есть Вон там эту надо бы слетать Куда бы еще, ребят? Там вон пушка есть какая-то Тут везде есть где полетать Так, я застрял Там что-то искрит А я куда летел-то? Так, это что? Тут куча турелей, кстати Минимум Раз, два, три, четыре, пять, шесть До хрена До хрена турели, ребят По-моему, военное что-то Модуль 2, походу, дело Что-то тут до хрена всего Подожди, нам, наверное, сюда еще рановато Подожди, а я сюда куда-то летел Тут что-то видел Вот он, майонезная фабрика, ребят Так, а нам че? Технический пункт Почти два метра высокопрочного сплава И никаких брешей в системе защиты Объект секретный Но я успел скачать кое-какую информацию С капитанского мостика Отсюда можно получить удаленный доступ К ядру лайнера Это было бы крайне полезно Но проникнуть внутрь не представляется возможным Если только у вас нет бронебойного орудия Кто-то вырвал шнур и выдавил стекло Притом до разгерметизации Это печально Так Кислорода здесь нет, да? Это печально Потому что кислорода здесь, ребят, нету Так, давайте Давайте возьмем, покушаем, попьем, я думаю Строительные материалы Так Нам такие ящики надо поразбивать На самом деле, ребят Потому что нам надо Че это такое? Что я врезаюсь? Окно Это окно, да? Я как понимаю, здесь просто окно В таких вот местах В таких ящиках есть строительный материал Который нам Да, который нам нужны Так Сохранились Куда я хотел? Я хотел наверх Вот это, типа, какой-то секретный Секретный какой-то объект Бронированный шлюз Со сложной системой контроля входа Система настолько сложная Что вышла из строя первой Но это не мешает двери оставаться бронированной Других путей внутрь отсека Мы не найдем Бронированная Значит, надо будет что-то сделать Здесь очень много Здесь Какая-то военная, ребят Это Я смогу вот это подобрать? Я чуть не сдох Я хотел ручками засунуть себе в карман Вот эту хрень Но, ребят Здесь, видимо, не получится просто Ручками в карман засунуть Да, я чуть не сдох Молодец Поздравляю Наивный Наверное, как-то ее собирать надо будет Как-то, да Смотровая площадка эконом-класса Такие иллюминаторы очень прочные Но через них мало что видно Так Ой, я птичку выкинул Я птичку за место, чтобы применить Я выкинул Да, господи Отвалить от меня мне некуда Так Я что хотел-то, ребят Я вообще летел вот сюда Вот куда-то к верхнему объекту я летел Я туда хотел Ну, давайте сначала в майонезную фабрику залетим Здесь прям что-то как-то это много интересного Там какая-то шляпа есть 700 метров Мы полетели до шляпы сначала, залетим Там какая-то дискотека 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 Так, там тоже кого-то разорвало Да, я вижу Там есть, интересно, кислород? Глядя на него, у меня возникла гениальная идея по усилению лома Какая у тебя идея возникла Бесконечный лом, ребят Воин бесконечности Бесконечный лом Слушайте-ка, это было бы классно Потому что на ломы мы тратим На лома или на ломы Так, а что у него там за идея? Ну-ка, снаряжение Предметы Вот, пластик 4 Ликоплазма Проволока Титан У нас есть бесконечный лом Да, и нам не придется лом таскать Слушайте-ка, мы скрафтим Обязательно, ребят Обязательно скрафтим бесконечный лом Так Тут остался только этот, да? Изучить Это этот Чак Чак Норрис, да? Жопа какая-то, ребят Я в какой-то жопе прям Так, поплыли назад Бесконечный лом Это хорошо, кстати Вот теперь сюда, на майонез Вот он, майонезная фабрика, ребят Давайте попьем Давайте Пока есть не будем Давайте только попьем Так, мы туда точно никак не пройдем Только там, да? Вот А здесь что-то еще снизу Большая часть майонеза замерзла Но на некоторых шарах Наблюдается странная активность Если это вообще майонез Как указано в накладных Кто-то явно не любит Стандартную космическую еду Такого оборудования Даже на кухне лайнера не было Хорошо Алло, открывай В смысле? О, хромысли Не откроется здесь нам ничего Так Сканировать Кухня Кухня отсканирована А что здесь? Ни кислорода, ничего нет Что за бред? Инвентарь полон Ничего не полон Давайте Вот это, вот это Так Коробка с едой Хватит Тырить мой бутерброд Угу Все, да У нас нету, ребят Больше места К сожалению Больше места К сожалению Нету, да Но можно что-то выкинуть К примеру А выкидывать нечего Давайте выпьем водичку Кислород не вечен Да Вот здесь вот, кстати говоря Еще один элемент К К этому Я не уверен В составе современных Майонезных продуктов В связи с чем Советую быть аккуратным Неизвестно в каком Они агрегатном состоянии Похоже Майонезные резервуары Были не только на левом борту Есть вероятность Что здесь найти Не знаю Кому могло понадобиться Такое количество Майонеза в космосе Но нам просто Необходимо найти Способ запустить Все это дело В ядро лайнера Для снижения его активности Это рабочая Автономная кислородная станция Вот здесь вот, ребят Ну, вот Да, газик Вот он Последняя часть газика, ребят Новая схема Блин, а здесь ресурсы Около него прям Очищенные металлы А здесь нельзя, да? Ну, потому что Не, а не это, да Ну, мы изучили газик Получается, да? Транспорт Да, газик я изучил Газик я, ребят, изучил Так, где-то здесь Все, газик мы все изучили Здесь в Майонезе, да? И два там В той серии мы там Изучили Много ресурсов Каких-то я вижу Правда путаюсь уже Я что-то потерялся немножко А, вот сюда вот выше Так, мне что надо-то получается? Майонезная фабрика, да? Это мне вообще бы надо на базу, ребят Ресурсы скинуть Здесь очень много ресурсов Возможно погибший пытался сжать штангу Кадыком, но это не точная информация Я для жима Гирька Так Гиря Ремонтировать Так, хорошо Это мы можем сделать Мы можем делать бесконечную эп сразу себе Чтобы ресурс не тратить Блин, столько всего Это тут тоже ресурсов Что-то до хрена Так, там Тут Там Ага Здесь можно подсосаться Так, а куда нам? Что там? Что от нас хотят-то? Так, здесь кто-то на майонезе, да? Был Ага Так, от нас что именно хотят? Давайте подлетим Тут пушек нет Я не знаю Тут каких-то Майонезных Чувак что-то здесь делал А чем его убило? А его убило, получается Камнем Смотрите-ка Е-мое Единственное, наверное Одна из немногих Ребят Нормальных Смертей Его убило камнем Просто осколком Вот это да А может здесь какие-то Смерти у всех Какие-то интересные Так, двигатели Да Тотаявно переоценил Стоимость майонеза Выделив под него Автономный резервуар С возможностью Автоматического полета Хотя в нашем случае Это прекрасная возможность Запустить его Без лишних проблем Починив один из двигателей И отстыковав резервуар От отсека Один из шести двигателей Отсканирован То есть нам надо будет Создать двигатель Чтобы отодвинуть Чтобы я мог туда попасть Мне нужно сначала Отсканировать двигатель Я правильно понимаю? Надеюсь нам это не понадобится Современные малые двигатели Обходятся без сжигания топлива Что гораздо безопаснее Так, здесь мы отсканировали Нам что еще получается? Два нас А тут стопом можно улететь, да? Внутри должны быть отличная идея Помимо неплохой скорости Ваш великолепный транспорт Вибрирует так Что по расходящимся волнам Я могу вычислять Ближайшие препятствия И проецировать их На стекло вашего шлема Хотя нет Не могу Так, здесь вот я еще Два двигателя бежал Где еще один? Давайте подсосемся к этому Кислороду Так Давайте подсосемся к кислороду, ребят Нас сейчас заставят делать двигатель Я понял Чтобы сюда залезть внутрь Нам нужен двигатель Так Давайте отсканируем Какой-то воспламенитель я там Открыл себе Так, а где шестой? Так Тут не говорится, что он где-то внутри Давайте Что там Провести анализ Что-то можно было Здесь бы пригодился Мощный анализатор грунта С функцией глубинного сканирования Какие обычно используют Биологи и кладоискатели А этот здесь где-то, да? Наверное По-любому Еще-то один Или нет Вот один А, вон еще один Подождите А, я его не заметил Да, я думал Там внутри спрятали Знаете, хитрые разработчики Они спрятали его где-нибудь В майонезе Так, и что от нас хотят? Нас хотят, чтобы мы открыли эту херню Так Требуется маневровый двигатель Да, я все понял Все Все, я понял, ребят Нам нужно собрать маневровый двигатель Чтобы Эта вся хрень начала летать Так, заправляемся кислородом Кислородом летим на базу, ребят Летим на базу Делать маневровый двигатель Хотя я даже не знаю, что для него надо Давайте посмотрим Маневровый двигатель Генератор Два пластика Компенсатор И титан Компенсатор И генератор 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 И Генератор мы сделаем И Компенсатор Очищенный металл О, господи Так Ну, давайте Давайте Давайте, давайте, давайте Делаем То есть каждый раз, короче Нам надо 6, как вы понимаете 6 раз Понизить радиацию Прежде чем мы ее понизим 6 раз Нам нужно открыть Кучу всякого говна Ну, зазик мы нашли Молодцы с тобой Зазик здесь снизу Чтобы туда пролезть Нам нужен компенсатор Если говоря, что-то там вижу Я не знаю Анализатор вот нам нужен Какая-то полезная вещь Нет Там что-то горит Вот здесь что-то же горит Непонятно, ладно Так, я где Я где-то Я где-то вылетел Из этого пузыря Все, пролетели Так, задача Просматривая статистику Обращения в поддержку Агентство Брэссидж Решило бороться С линейностью шуток В своих скафандрах Теперь вы всегда можете Выбрать шутку 1 Или шутку 2 Если приобретете Специальный игровой Кнопочный джойстик Брэссидж Угу Обязательно Вот И понизим радиацию Кстати говоря Да, мы еще на один пункт Получается Знаете, что бы надо нам? Надо бы нам серию Или две Ребят Уделить фарму Да Потому что у нас вот здесь Вот как видите Куча чего, да Не исследовано На самом деле Много всяких Вон туда вот слетать Тупо пофармить Блин, нам нужно Знаете, чтобы зазик сделать Ребят Нужен этот Как его просто Транспортный Транспортный отсек У нас есть Нам нужен пол Транспортный А он где-то Знаете где? Около какого-то По-моему Богатыря находится Какой-то Богатырь Что ли Или как называется Надо будет Слетать Кстати, вот там Что-то ниже Тоже есть Может он там Где-то снизу Может с вами есть Где-то богатырь Где-то Стыковочный Модуль Должен быть Где-то должен быть Давайте заправим Наверное Да Стыковочный Модуль Ребят Где-то должен быть Так Мы это С тобой Кладем Все Все что можно Мы кладем Все что нельзя Мы тоже Кладем Ресурс Мы потихоньку С тобой Подтаскиваем Что-то Так Еда Вода Так Бесконечную Давайте сначала Я думаю Сделаем все-таки Ребята Эту Бесконечный Это хороший Бесконечный Лом Ломать Другие Лома Бесконечный Пластика 4 Ликоплазма Провода Титаны Так Четыре Пластика Провода Четыре Проволока Да Четыре Что там еще Я уже забыл У меня память Как у рыбки Четыре Пластика Ликоплазма Четыре Пластика Ликоплазма Одна Давайте сделаем Он реально Бесконечный Или что Бесконечный Лом Просто будут Некоторые Ребят Места Где нам Нужно Будет Ломать Ломом Что-то То есть Можно Грубой силы Так сказать Сломать И нам Как раз Таки Этот лом Ребят Бы Очень сильно Пригодился То есть Он бесконечный Наверное Ну не знаю Мы проверим Вот И Это мы Тоже Скинем Так Теперь Нам Нужно Сделать Ускорение Ускорение Кстати А у нас Ничего Здесь Не появилось Нового Кислородный Баллон Ускорители А что Вот это За ускоритель У нас Такой Предмет Вот это Что Воспламенитель Довольно Сложный Сторож Для поджигания Топлива Внутри Небольшого Двигателя Используется Только в Резервных Двигателях На крайний Случай В связи С опасной Подженщиной Только что А зачем Он Воспламенитель Он где-то Нужен Да Наверное Будет А я Штурвал Все Нашел Или нет Может Где-то Штурвал Куть Нет Это Ладно Потом Разберемся Насчет Штурвал Если что Так Маневровый Двигатель Ладно Титан Два Пластика Давайте Титан Возьмем Два Пластика Генератор Компенсатор Генератор И компенсатор Щелочь Очищенный Металл Щелочь Очищенный Металл Давайте Еще Возьмем Так И генератор Щелочь Электроника Металл Проволка Щелочь Электроника Металл Провод Сколько там надо Я не помню Генератор Маневровый двигатель Мы создали с тобой Мы красавцы А как нам сделал Знаете что Аптичку Я хочу допустим Сделать себе Аптичку Ткань И спирт Блин Ткань Но мне бы нужна Аптичка На самом деле Да что-то у меня Как-то знаете Я заметил Я что-то Болеть начал Ну в смысле ХП что-то Как-то у меня Не очень Не очень Так Маневровый двигатель Я сделал Я красавчик Так Маневровый двигатель Мы сейчас поставим Так Сохраняемся Где же нам взять Под это-то Блин Полетели туда Наверх Слетаем Мы все равно Сохранились Астрономы Сохранились Ребят Мы сейчас Сделаем Маневровый двигатель Да Но мне вот интересно Что там Что-то сверху Тут еще Что-то сверху А вот сюда я летел Да Я Не туда немножко Полетел Я хотел Сюда тоже Залететь Я путаюсь В этом трехмерном Пространстве Не забываю Куда мне надо лететь Слишком много военных На квадратный километр Стоит ждать Неприятностей Да Так Это у нас этот Медок А здесь Что у нас Здесь эти Ящики Метал Метал Здесь наверное Ничего Да Особо нету Ну можно будет Обязательно Потом здесь Тоже Пофармить Что-то Ну Нафармить Пофармить Нафармить Так Так Два места Есть Интересных Есть Вот здесь Вот место Там Вон Пушка Метал Где-то Неподалеку Турет Да Я в курсе Что Где-то Неподалеку Турель Так Наблюдаю Большое Скопление Охранных Роботов Рекомендуется Не попадать В их Поле Зрения Так Ага Все Мы Выключили Мы Выключили Какой-то Военный Прототип Скафандра С реактивным Ускорителем Интересно Можно ли Повторить Эту Систему Без риска Загореться Как он О Разрядный Элемент Смотрите Какой-то Разрядный Элемент Без риска Загореться Как он А Ускоритель Прикольно Устаревший Так Подождите Устаревший Мы Нашли Новый Ускоритель Получается Ускорение 75 Ускорение 50 Индуктор Смола Титан Мы Это Возьмем Индуктор Смола Титан Так Нас Наверное За этим Сюда И вели Там Охранные Роботы Я вижу Сохраняемся Сохраняемся Ребят Как можно Чаще Так Здесь Что у нас Что-то Сломанное А как нам Ту пушку Отключить Я как понимаю Все можно Отключать Видимо Вам даже Вижу Где датчик Отключения Ага То есть Каждую Ее просто Можно Отключать Прикольно А можно Просто Подлетать И вот Эти Хрени У них Воровать Ну и Типа Все Так Это мы Забираем Проволоки Тоже мы Очень много Уже Тратим Это же Целый Полковник Ну или Не совсем Целый В любом Случае У правительственного Скафандра Такого уровня Должен быть Неплохой Кислородный Баллон В комплекте К сожалению Баллон Сильно Пострадал Военный Баллон А где нам Вторую часть Военного Баллона Взять Баллон Говорит Ксильно К сожалению Пострадал Мужчина Кто Понятно Так Во первых Где моя Кота Пупетка Кота Кота Пупетка Так Подожди А где мне Вторую часть Взять Это военный Баллон Это повышенный Баллон С воздухом Ребят Если тут Не понял Так Мы типа Нашли Первую часть Баллона Мы красавчики А где Можно взять Вторую часть С баллоном Ну аж там Где-то Или вот Здесь Я не знаю Где Надо гуглить Так Там Снизу Что-то И там Вот Снизу Тут Везде Что-то Где-то Что-то Есть На самом деле Вроде бы Создается Эффект Того Что-то Где-то Есть На самом деле Здесь Ни хрена Ничего Нету Здесь Роботы Меня Больше Все напрягает Страшные Вот Вот эти Вот Так Мужик Эспандер Кистевой Эспандер Предназначен Прежде чего Для тренировки Мышц Предплечья Заставить Его Грызть Может Только Безысходный Голд Кстати А у тебя Костюмчик Прикольный Ай Ты что Дурак Ай Ты что Охренел Ты что Кож Жесткий Он Меня Отогнал Да Пошел ты в жопу Слышь Охренеть Меня Чуть Не убил Пошел Ты В сраку Пошел Ты Нахрен Отсек Нахрен 5 Где Провесит Перевозят Некие Некие Военные Разработки Перевозила Чуть не Убил Где Где ты Падал Чуть 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 Так, взятки зачем я беру? Так, военный скафандр. Вряд ли в военный отсек можно будет проникнуть как-то еще. Необходимо обойти данный сверхразумный искусственный интеллект, который пропустит только солдата, вероятно. Угу, не бунтуй. Доступ гражданским запрещен. Ну я понял, здесь, по-моему, надо сделать этот, ребят. Здесь надо нам сделать этот, и тот костюмчик надо сделать. Кресло в коробке. Пары важных деталей не хватает, но их несложно заменить. Так, поедим, попьем, поедим. Так, я что хотел-то, ребят? Опять взятки. Слушайте, а если взять взятку этому хрену маминому? Спиртяжку. Попробуйте этому хрену дать взятку. На. Да, он взял взятку, ребят. Он взял взятку, прикиньте. Так. Мне интересует, где вторая часть большого этого баллона с воздухом. Одну мы нашли. Да, действительно, смотрите, прочность 999 действительно не ломается, ребят. Действительно не ломается, действительно бесконечно, видимо. Бесконечная штука дрюка. Так, а чё там, интересно? Блин, роботы противно, они больно бьются и... Ну... И да. И да. Очень противно, дядьки. Кстати говоря, можно бы, наверное, щупом подбывать... Подбывать щупом можно было бы... Этот смолу... Ай. А здесь что такое? Вот здесь вот. Что здесь за дырочка? Так, чё я хотел? Я хотел вообще к майонезу, да, лететь, ребят? Ну, к майонезу мы, видимо, с тобой полетим уже в следующей серии. Это что? Жидкий бутерброд. Он здесь умер от жидкого бутерброда. Я правильно понимаю? Тоже космическое питание, что и у всех, но в дорогой упаковке и с ароматизаторами. Жидкие бутерброды. Не очень, наверное, вкусно, я не знаю. Но вряд ли это вкусно. Так. Ну, ресурсы здесь какие-нибудь какие мы собрали. Полетели до базы опять, ребят. Да. Блин, где же это, ты сказать, ещё один... Ещё одну часть. Может, внутри, кстати говоря, быть. Может быть, ребят, внутри. Ещё одна часть от этого, как его, может быть... Слушайте, а там, наверное, внутри роботы, да? Там, наверное, внутри роботы. Давайте мы сначала сходим за майонезом в лабораторию туда, где майонез, ребят. Потом мы вернёмся, наверное, там мы что-то нафармим, какие-то ресурсы. Потом мы с тобой вернёмся сюда. Мы же с тобой, наверное, вернёмся сюда. Вот. С тобой, наверное, вернёмся потом уже сюда и... О, жидкие эти бутерброды, всю хрень надо сложить. Разрядный элемент. Всё, везде забит, не пойми чем. Так-так-так-так-так-так, давайте взятки тоже сюда положим, насрать. Хотя, может, парочку взяток. Ну, хотя мы туда сейчас полетим, куда мы полетим, там не надо взяток. Там взятки не нужны. Давайте разрядный элемент тоже сюда кинем. Кислородную свечу, я думаю, тоже одну кинем. Прочность, вся фигня. Так, что нам для костюма надо? А что я могу ещё делать? На анализатор грунт, наверное, мне нужен будет, ребят. Батарейка, электроника, магнит и пластик. Батарейка, электроника, магнит и пластик. Батарейка, электроника, электроника, магнит и пластик, да? Наверное, мне нужен будет вот эта вот хрень. Электроника. По-любому, наверное, нужна будет. Потому что анализатор грунта, да, вся фигня. Так, и что нам для этого нужно? Военный костюм, титан, свинцовая краска, алюминий и рулон. Титан, свинцовая краска, алюминий. И чего? Алюминий. И что там ещё? Я забываю, ребят, у меня память, как у рыбки. А, алюминий 2 и рулон. Нифига себе, 2 алюминия и рулон. А где и рулон вам, возьму? Чего пробитие? И рулон. Там что-то пробитие, ребят. Так, военный костюм берём. Но мы его, наверное, пока... Да, военная форма, мы её, наверное, пока здесь оставим, дропнем. Да. Чего у нас там что-то пробитие? Что-то было по-моему пробитие. Да, действительно пробитие. Требуется жвачка. Ну, зашибись. А чтобы жвачку сделать, что надо? Я, по-моему, не могу, да, жвачку никакую делать? Да, я, по-моему, не могу никакую жвачку делать. Чтобы жвачку, по-моему, сделать, нужно её вот здесь изучить. Смола 4. Раз, два, три, четыре. Три минуты. А у нас смола-то ещё есть. Ну, что-то там есть чуть-чуть. Нам для топлива смола нужна. Я говорю, зазик нужен. Да, смолы, кстати говоря, нету, ребят. Надо смолу ехать собирать. Так, ну, я думаю, ничего здесь страшного не будет, да, здесь. Кислород 41 у нас. Ну, что, пойдёмте в этот, в... В этот, как он? В майонез, в майонез. Пойдёмте. А, где-то здесь, знаете, что есть? Пушка, ребят, большая пушка. Ну, кстати говоря, вон туда на 1700 надо. А что там вообще на 1700? Что там на 1700? Ладно, это мы потом в следующей серии, или через серию сделаем. Нам вот туда бы вниз бы ещё там бы это всё сделать. Сверху бы. Сначала, короче говоря, мы в этой... Ну, в этой следующей серии с майонезом разберёмся. Потом пойдём наверх. Вот. И потом... И потом, наверное, пойдём куда-то ещё. Не знаю, куда. Пространства большие. Нужен зазик, понимаете? Нужен зазик, ребят. Чё-то интересного. Похоже на каюту соседа с дрелью. На каюту соседа с дрелью? Что? Причём соседа с дрелью? А, потому что он, типа, светильники всё время. То есть, ну, непонятно, что сосед сверлит. Всё время. Он, на самом деле, всё время светильники крепит. На самом деле. Так. А вот здесь я ещё хотел, да, чё-то посмотреть. Ну, там, кстати говоря, пушка тоже может слетать туда вниз. Ничем не обоснованный набор предметов. Не вижу логической связи. Требуется анализ. Чувак. Такая расцветка отсутствует в стандартном похоронном наборе. По характеру изображений можно предположить о наличии шизофрении у пассажира. Логическую связь. Письмо Инплантиану. От советника по партиям связан Иплатова, капитану 5-го жилого отсека. Прошу принять на борт моего племянника Юрьева ОП без прохождения обязательно психического тренинга для его скорейшей доставки в центр имени Пасечникова. Теперь понятно, как он прошёл медицинскую комиссию. Короче, это псих, который... Ага. Известная марка чая, но в космосе от неё мало проку. Хотя, если засунуть пакетчик в рот, можно почувствовать знакомый вкус и... И... Нестерпимую жажду. Да. Мочонок мёда. Это женщина. Давайте мы какую-то женщину попробуем вскрыть. Ага. Исследованы жвачком. Жвачка, ребят, исследована. Успеем, не успеем. Тут вот что-то тоже там есть. Таких старых стыковочных шлюзах где-то должна быть нанесена подробная информация по их сборке, обслуживанию и ремонту. Вероятно. Таких старых шлюжах? Шлюжах? Шлюзах? Вот на таких, подождите, может это шлюз для этого? Подождите. Какие-то шлюз, какой-то новый шлюз. Давай быстрее питайся. Тихо, всё нормально, всё нормально, ты живой, ты живой, ты живой, ты живой, всё хорошо. Господи, столько всего, ребят, столько всего. И там, что-то, и тут, и тут. Я вообще, я разбегаюсь. У меня глаза, ребят, разбегаются и туда, и туда. И хп-то у нас нету. Нам бы аптечку бы с какого-нибудь вот такого ящика бы замечательного. Ну нет, здесь нет аптечки. Ну-ка, полетели назад, что там за шлюз? Где он? Очень много ещё маячков у меня всяких на экране. Надо половину, я думаю, подключать нахрен. У меня, кстати, сканер скоро перестанет работать. Опять надо новый крафтить. Так. Надо будет новый крафтить. Что он на... Ох, ё-моё. Ну вообще классно, да? Замечательно. Стыковочный шлюз. Шлюз челнока. Подождите, а стыковочный шлюз, это не... Как раз не для машин? Так, лом нам нахрен не нужен. Он не для машин стыковочный шлюз? Просто около майонеза, получается, стыковочный шлюз есть. Так, где майонез-то? Майонез-то где? Так, ну-ка, давайте посмотрим. Объекты. Блоки. Шлюз со сложной системой стыковки с челноком позволяют быстро перемещаться к челноку на базу. Минуя непосредственно. Челнок, это чтобы алюминици... Нет, это... Нет, это да, это хорошая штука, но нам нужен модуль, чтобы этот... Стыковать. О, господи, нам другое немножко надо. Нам не стыковочный шлюз, нам надо вообще как-то разработать эту хрень. Нам нужен модуль для создания транспорта. А такого ведь у нас нету, да, я правильно понимаю? Блока такого у нас нету. Иллюминатор, окно. И потому работает, добавляя кислорода и электричество на станцию. Улучшенная коммуникация. А, здесь смотрите, у меня отдельно кислород, да, вот это вот отдельно кислород, отдельно электричество. А эта хрень дает, короче, и дешевле намного. Это вместе кислород и электричество дает. А-а-а. Понятненько. А вот этот шлюз челнока, это интересная вещь. Понятно. Понятненько. Так. Что-то я тут уже понабрал, кстати. Ладно, полетели, генератор это ставить. А здесь точно нету, где этот? Пол. Ковка. Я просто уже зазик хочу, понимаете себе, ребят? Уже зазик. Чтобы с этим кислородом не париться. Чтобы спокойно просто летать, изучать космос, там фармить. И все. Все, двигатель установлен. Теперь хранилище сможет полететь, вероятно. Да, поставили мы. Поставили. Так, а как нам его запустить? А я, наверное, зря улетел, да? Там, наверное, его надо было запустить. Ну. Найти способ запустить майонез в ядро лайнера. Так, я не против, а как мне это сделать? Майонез, майонез, майонез. А как нам сделать? Где пульт-то есть? Где-то пульт какой-то или что? А мне, может, кстати, говорят... Нет. Я то ли тупой, то ли что. А может, снизу где-то залет? Так, хорошо, я поставил. Я умничка. Да, классно. А, может, вот здесь вот заход? Я где-то заход, что ли, не нашел? Ну, все, в майонезе в этом, в малопье в этом, я не знаю. Я не могу заход найти, ребят. Я тупой. Ну, как тупой? Непонятно, где он на самом деле находится. Сохранимся. Да и серию уже пора заканчивать, блин. Так, ну тут точно нет. Как зайти в майонез? Ну, здесь ничего нет. А, кстати, я же могу сканировать, да, эту хрень? А вот здесь ничего не надо отсоединять. Это крепление резервуара к отсеку. Лучше бы найти их все и отсоединить до запуска, иначе в лучшем случае все эти обломки закрутит и разорвет вместе с резервуаром прямо здесь. Требуется ремонтный инструмент. Охренеть, ребят. Охренеть, ладно, я додумался. Ладно, я додумался сюда подлететь. Это крепление резервуара к отсеку. Лучше бы найти их все и отсоединить до запуска, иначе в лучшем случае все эти обломки закрутит и разорвет вместе с резервуаром прямо здесь. Ты сразу сказать не мог? Можно попытаться отремонтировать, но так как вы все равно уничтожите крепеж в процессе ремонта, будет проще сломать его сразу. Че, мне додоломать надо или че? Че ты от меня хочешь? Ну, он здесь уже все сломан. Он же здесь сломан. Пойдемте подсосемся немножко кислорода опять. Так, меня интересует, где мне еще большой этот военный брать. Кислородный баллон этот. Так, получается, четыре ножки, да? Правильно понимаю. Три вроде как бы, получается, как бы вроде бы что-то сняли, да? А, и одна вот там внутри, что ли, получается? Кстати. Здесь бы пригодился мощный анализатор грунта с функцией глубинного сканирования обнаружено уплотнение. Ничего интересного. Так, ничего интересного или обнаружено уплотнение? Очень странный состав, но, судя по всему, замерзать майонез не планирует. Также не выявлено никакой опасности для материала скафандра, но я не уверен, что при такой видимости находиться здесь разумно. К тому же плотность состава мешает вам быстро перемещаться. Похоже, отсоединить крепление, не запачкавшись, не получится. Да, я понял. Задача охрененная. Так. А, кстати говоря, он нам, когда мы отсоединяли, да, он нам, точнее, не отсоединяли, когда я анализировал, получается. Ничего интересного. Хорошо. Типа ничего интересного? А ты мне зачем? Ты мне будешь говорить, где что-то есть интересное, а где что-то нет интересного? Так, где мой этот? То есть, если я подлечу и там просканирую, он может сказать, что там что-то есть интересное? Обнаружены уплотнения. Какие? Ничего интересного. Так уплотнения или что интересного? Алё, ты определись. Ничего интересного. Отнаружено уплотнение. Ничего интересного, говорит. Так, и что нам здесь? Сюда надо бомбу, да, какую-то? Или что здесь сюда надо? Сломать. Требуется граната или бластер. Сука. Граната, ребята, или бластер. Ну, конечно, а что ещё-то? Граната или бластер. Мало того, что сделай двигатель, ещё притащи ремонтный инструмент, с помощью которого ты здесь будешь всё сейчас ремонтировать, а потом гранату или бласт. Это разработчики говорят, мы не растягиваем геймплей. Они ещё высмеивают, типа, ой, мы будем затягивать геймплей, ха-ха-ха, мы не такие. Сами при этом затягивают геймплей. Ещё попробуй найдёшь. Ладно, я говорю, я сунулся к этим болтам. Я бы сейчас тут летал бы полгода вокруг него. Я даже не понимаю, что делать. Я даже не понимаю, ребят, что делать. Тоже ничего интересного, ну-ка. Ничего интересного. В смысле ничего интересного? А вот это вот что летает? Ничего интересного. Серьёзно? А почему я это взять не могу? Ничего интересного. То есть вот это ты называешь очищенный металл? Топ сборных моделей и чувака, который умер в майонезе, это ты называешь ничего интересного? Не, ну нормально. Давай, кислородные баллоны, говорит, ничего интересного. А на туалете, да, умер? Я так понял. Понятненько. Ничего интересного. Ну это, я понимаю, анализатор нужен просто, чтобы чтобы видеть, что внутри, что ли, в этих хрених находится. Да, здесь скорость у нас очень маленькая, ребят. Ну да, очищенный металл, это ничего интересного, по его мнению. Так, а чё это, подожди, 200, 200, а вот здесь чё у нас? Ничего интересного. Так, лёд, хорошо. Ничего интересного. А здесь что? Шлюз, кажется, целый. Видимо, незамёрзнут к майонезу позволяет поступающий в него газ. Угу. Складывается такое ощущение, что с этим майонезом что-то не так. Помимо несоответствия состава, используется слишком сложная технология для транспортировки подобного биологического мусора. Хотя во всех накладных лайнера данные резервуары указаны именно как майонезные. Так, я зачем зашёл сюда? Этот пылесос не зря называется ракетой. С такой мощностью двигателя на нём действительно можно летать, если обойти некоторые технические ограничения. Так, новая схема. Пылесос, ракет. Я так, я его нашёл. Полностью изучили мы. Ресурсы есть какие-нибудь? Невероятно. Это же неизвестно что. Но точно непростой резервуар для хранения пищевых продуктов. Подробный план транспортного отсека. Так, транспортный отсек средний. Какой-то то ли... То ли, то ли, то ли, то ли непонятно, что это такое. То ли майонез, то ли что. Так, исследуем аккуратно, внимательно. Чтоб не пропустить каких-нибудь ресурсов. Что это такое вообще? О, серию-то надо было, ребят, уже закончить. Если что, серию-то надо было закончить. Воу. Так, смолу мы заберём. Так, а это что? Это куда? Это... Ага. А я думал, что мы сюда сможем попасть после того, только как мы там что-то сделаем. То есть мне надо сначала исследовать, а потом... Это или чё? Так, здесь ничего нету. Хорошо. Так. Пробежим по кругу. Посмотрим ресурсы. Приказ 38. Прошу... 30... Чё? Приказ от командования оставить лайнер без названия в точке 15. Ждать дальнейших указаний. Анализ данных о крушении лайнера и характер повреждений позволяет с большой уверенностью заявить, что повреждение резервуаров с майонезом из-за остановившейся центрифуги стало одной из причин разгерметизации лайнера и выхода его из варпа. Эти данные подтверждают вероятную причастность к зелёной вселенной катастрофе. Все данные указывают на то, что майонез не майонез, а резервуар является неотъемлемой частью систем лайнера без названия. Мы обязаны запустить центрифугу. Похоже, нам необходимо выйти наружу и отстыковать отсек вручную. Понял. А теперь вот нам надо отстыковывать вручную. Я понял. Я понял. Нам надо отстыковать, потом сюда прийти. Всё, я понял. Всё. Так бы сразу и сказали. Так бы ребята сразу и сказали. Ну, мы знаем, что это за заход. Куда он ведёт. И каких последствий нам от этого ждать. Всё, ребят, летим домой. О, господи. Я где? Я в какой-то корочке. Майонезной. Майонезная корочка, ребят. Всё, летим домой. Ой, как сложно-то. Ну, не сложно, а... А вот здесь что-то есть. Мне очень кажется, что вот здесь тоже что-то может быть интересное. Кто-то пытался принять ванну в питьевом бойлере, не прочитав о наличии системы экстренной откачки воды при попадании в неё мусора. Обоих засосало намертво. Да? Обоих. Это, кстати говоря, бобёнка. Кто-то серьёзно пытался спастись при помощи круга? Да. В воде содержатся щелочные моющие средства и соли с ароматической отдушкой. Не подлежит очистке. Описание встречается в письменных источниках. Является ритуальным предметом водного культа. Это уточка-уточка, ребят. Ничего интересного. Ничего интересного. Это тоже ничего интересного? Ну, давайте долетим. Ничего интересного. Долго я буду лететь. Что это такое? Конечно, ничего интересного. Это же всего лишь очищенный металл. Это, ребята, ничего интересного. Да, в майонезе мы очень долго плаваем. И отпечалит. Это, видимо, специально так сделано, чтобы ты... Там, видимо, что-то такие вкусняшки некоторые спрятаны. Что-то не особо туда лез. Так. Задача какая? Нам нужно скрафтить бомбу. Да. бомбу. И потом... Взорвать это, пройти туда, запустить эту хрень. Майонезную. Кстати, чего? Мы, видимо, снизим дозу радиации. Радиации. То есть понизим радиацию на еще на один. Потом... Это в следующей серии. Потом мы с тобой пойдем в военный отсек. Мы переоденемся военными. И мы пойдем с тобой в военную эту. Мы даже сразу сейчас с тобой, наверное, переоденемся в военного. Потому что все ресурсы, в принципе, которые я там... Ну, вытащил, я вытащил их, да? Вот. Все, что я как бы вытащил, я вытащил, ребят. Знаете, что я бы хотел? Я бы хотел не средний модуль, а... Блок вот этот вот алюминий и два титана. Алюминий и два титана. Я бы хотел их сделать сразу. Вот этот алюминий и два титана. Вот. Не знаю, что он дает нам. Вот какой-то транспортный. Ну, это транспортный был написан. Значит, мы транспортным на нем сможем как-то... Да. Наверное, транспортом тоже сможем. Да. Наверное, как-то да. И вот эта вот хрень была лучше на коммуникации. Алюминий, электроника, титан. Энергия плюс 20, кислород плюс 20. А, здесь больше дается. Ну, ладно. Мы потом это... Хотя, может, мы не будем менять. Ладно, так. В общем, ребят, какие у нас дела. Берем военную форму. Надеваем военную форму. Это пока мы сбрасываем. Форму электрика мы сбрасываем. Мы сбрасываем. Контейнеры у нас, к сожалению, под хлам. Нет, еще не закончились, ребят. Так, давайте скрафтим изоленту одну. Сейчас скинем сюда все, что есть. Все, что нам нахрен не надо. Это тоже за зашифрованную ленту. Хотя, может, там будет зашифрованная эта. Может, можно будет попробовать. Стейк. Так, стейк это сюда, это тоже сюда, это сюда. Лом пускай тоже пока здесь лежит. Хотя его выкинуть надо. Сканер. У нас сканер, кстати, уже не осталось сканером. Опять все мы отсканировали. Металл, батарейка, пластик, лампочка. Металл, батарейка, пластик, лампочка. Металл, батарейка. Пластик, лампочка. Надо по этим, ребят, полетать. По... Ремонтные восемь, да. Да, если что, ремонтные восемь еще. В общем, в следующей серии. Надо по этим, да, полетать будет. По ящикам побить их. Там много чего интересного в ящик. Но это я хочу газик уже, зазик сделать и потом полетать. Или как-то, я не знаю, короче. Уи, с тобой в следующей серии. В следующей серии мы с тобой пойдем в майонез туда. А, бомбу надо сразу скрафтить. Че я туплю-то? Пойдем мы в майонез. Ага, сейчас бы я долетел бы до майонеза. Батарейка, банка говядины, металл. Батарейка. Банка говядины. Металл. Я надеюсь, нам одной хватит. Батарейка, банка говядины, металл. Давай на всякий случай сделаем еще одну. Батарейка, банка говядины. Батарейки-то у меня есть вообще? Или что, все, батарейки закончились? Батарейка чуть-чуть осталось, ребят. А, нет, еще есть. Батарейки тоже надо пофармить. Ресурсы, ресурсы. Я говорю, надо бочки, бочки эти фармить. Чисто бочки фармить. Все, это мы сделали. Значит, мы в следующей серии с тобой летим на майонез. Делаем майонез, получается. Отправляем майонез и летим наверх на военную базу. Там нас пропускают. И там я дальше не знаю, что будет. Там нам, возможно, дадут трендюлей. У меня аптечка только одна. Да. Вот. И жопа. Ладно, увидите уже в следующей серии. Там будем смотреть. До встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok